В столице задержаны участники группировки квартирных рейдеров после нападения на одного из владельцев недвижимости. Число сделок с чёрными риэлторами в Москве идёт на тысячи. О новом случае на Причистенке. Денис Восковский. Заберет всё на камеру. Долевой собственник прячется от камеры. Но это вовсе не от скромности, уверяет Андрей Орёл. Накануне, безо всяких церемоний, этот мужчина вломился в его однокомнатную квартиру, поставил рядом с кроватью пенсионера раскладушку и сказал, что теперь будет здесь жить. Приказал немедленно очистить комнату от лишних вещей. Возражений слушать не стал. Подошёл, потянулся за ключами, почувствовал сзади удар. Значит, я упал. Плохтеев стоит. Александр Плохтеев уверяет, что таким образом просто защищает интересы своей семьи. А на семи квадратных метрах он собирается жить с женой и маленьким сыном. Алё, алё. Но на странице в соцсети, которую отыскал пенсионер, его новый сосед не выглядит малообеспеченным. Трудно представить, чтобы человек, привыкший к такой роскоши, согласился ютиться в углах. Безусловно, мной занимается профессионал по выживанию из квартир. Вот. То есть проживать он здесь не собирается. Злоключения Андрея Орла начались, когда бывшая жена продала без его согласия половину квартиры. Доля несколько раз переходила из рук в руки. Сначала въехать в квартиру к пенсионеру пытались по суду. Но после того, как процессы были проиграны, начались угрозы и рукоприкладство. Обращению в полицию не помогают. Участковый уверен, что новые жильцы закона не нарушают. У них есть право, собственность на данное жилое помещение? Есть? Но нет решения... Нет решения, правильно. Нет решения права пользования. Каким образом, кто, где будет проживать, это уже разграничивает их порядок здесь. Они не имеют права в квартиру входить, но они входят. Ну, как это, не имеют права. А вот эксперты считают, что свидетельства о собственности на долю в квартире, даже прописка, не дают права орудовать болгаркой и менять замки. Если в квартире имеется собственник и возражает против вселения, вселиться можно только по судебному решению. Все действия без судебного решения — это самоуправство. За это есть статья в Уголовном кодексе. И за это следует привлекать. Так бывший полицейский Евгений Макаров, главарь банды рейдеров, уже сел в тюрьму вместе со своими юристами и риэлторами. Тогда выселить профессиональных соседей и вернуть квартиры хозяевам удалось только после того, как полицейскими были заведены уголовные дела о принуждении к сделке и самоуправстве. Субтитры создавал DimaTorzok